Всем привет! Сегодня нас ждет сложная работа С одной стороны сложная, а с другой простая Я решил взять вот эту фотографию, которую я сделал в лесу И попробовать порисовать вот такие вот цилиндры Но с другой стороны имеющие достаточно сложную форму Вот этих вот веточек, которые тоже были спилены Ну что, давайте попробуем за 10 минут нарисовать вот такой небольшой натюрморт Из этих поваленных пеньков Берем, как обычно, с вами карандаш HB И в первую очередь набрасываем основные формы В данном случае это вот эти формы цилиндров Вначале мы их очень тонкими линиями набрасываем в их положение Я отталкиваюсь от самого крупного, который располагается на переднем плане Может прям даже их сначала набросать 3 просто цилиндра Первый, второй, третий друг за другом И уже поверх поверхности каждого цилиндра Набросать пока что примерное ответвление вот этих вот спиленных веточек Ну я уже вот на первом цилиндре в принципе здесь добавляю вот эти вот веточки Примерно смотрю где они располагаются друг относительно друга Такой достаточно часто встречающийся сейчас натюрморт в лесу Очень много зарубок происходит Попробуйте порисовать такую штуку Ну что, второй цилиндр соответственно набрасываю Ищу его форму Где-то здесь он у нас полагается, лежит тоже, да? И сразу витальки подчеркиваю Все это происходит опять же карандашом HB Тонкими движениями, едва заметными Я сейчас на камеру делаю чуть-чуть потемнее, да? Чтобы камера все-таки могла показать что-то Вот Иначе при монтаже многие тонкие линии съедаются И вам не видно какие там были вспомогательные линии проведены и так далее Вот Но имейте в виду, что когда вы дома рисуете Линии должны быть чуть-чуть светлее Если светлее не получается Просто возьмите более жесткий карандаш Там 2H, к примеру 3H, да? И тогда сможете выполнять тонкие линии сколько угодно А после того, когда вы делаете уже тональные соотношения То есть закрашиваете рисунок тенями То, соответственно, все эти линии уже будут незаметны Так, дальше, соответственно Как только расположение объектов было определено Я приступаю уже к прорисовке контура Для того, чтобы опять нам получить линейный рисунок Здесь, в данном случае, я решил сразу еще немножечко набросать тона основного Нужно, в принципе, последовательно двигаться Сначала контуры и рисунок линейный Потом тон Ну, в данном случае, я на этом пеньке сразу решил тон показать Тем более, его можно сделать, в принципе, не меняя Крана должна мягкий Дальше вырисовываем детальки веточек в следующем пеньке Вроде бы объект достаточно простые, да Обычные цилиндры, но тем не менее, да Нужно суметь показать вот их Как бы относительное расположение друг относительно друга И вот этого цвета тень Интересно, да, что сверху у нас падает свет Дальше идет тень, как на стандартном цилиндре И ее пересекают веточки, да, под разным положением Ну и, соответственно, где-то там ниже находится уже рефлекс Который чуть больше, более светлее, чем собственный тень каждого цилиндра Вот этой линии, в принципе, я и как раз и показываю, да Что здесь располагает собственная тень Это так разделяет этот цилиндр на две части, да Там на светлую, на блик и полутень И на рефлекс и собственный тень Пока просто затонируем эту часть И перейдем к переднему плану Вот, даже можно не трогать сильно два задних цилиндра, да Чтобы нам соблюсти законные перспективы Правильнее будет более четко сделать именно передний пенек Да, то есть у вас получается, что на переднем плане объект Он имеет более темные контуры Более темные, там, более четкие контуры Более темные тени Вот, а, соответственно, чем дальше располагаются объекты, да Тем они будут бледнее Какой на воздушную перспективу Уточняем контуры веточек Как они крепятся на пенек Время у нас уже прошло больше половины Нужно спешить Поэтому здесь хочется, хочется, конечно, здесь разойтись Потому что очень интересный сюжет, на мой взгляд, с точки зрения рисунка Когда, как бы, по сути, один цилиндр, в который входят сразу несколько цилиндров И у каждого там интересное расположение света и тени Вот, можно, конечно, затем там выполнить более детальный рисунок, да Сейчас попробовать вот чисто скетч такой небольшой, 10-минутный Вот, а затем уже выполнить более детальный рисунок Либо этот рисунок доработать, да, либо уже сделать отдельный Вот, в принципе, если у кого есть желание, а самое главное время Можете попробовать И сделать более детальный потенциал Так, показываю, соответственно, нижнюю часть Нужно немножечко еще показать землю, да То есть, что пенек, на самом деле, лежит на земле Поэтому мы эту землю покажем так схематично Просто вот такими горизонтальными штрихами сделаем Чтоб сейчас сильно не заморачиваться, да И время на это не тратить Просто пусть будут вот такие штрихи Я закрашиваю прям по веточке Сами понимаете, почему, да Потому что веточка у нас темнее И когда сейчас мы тон будем наносить, да В принципе, тон будет темнее И потом закрасить эти штрихи, которые мы выполняли На земле Вот, смотрите, да Все, я закрашиваю, выделяю эту веточку И как будто бы ничего там не было Показываю границу цвета тени Сверху опять же тень Здесь у нас, соответственно, полутона И собственная тень объекта Чтобы не пустой у нас был цилиндр, да Немножко тоже там покажем Такую полутень Показываем собственную тень каждой веточки Тогда у нас сразу наш пенек приобретает объем Форму круглую Даже если у вас не хватает времени, да Вот можно ограничиться просто собственной тенью И прям пару штрихов Где рефлекс Полутона уже, соответственно, можно опустить И не показывать Если не хватает времени на скетч Ну и до деталей, похоже, мы с вами Не доберемся Потому что у нас остается буквально Полторы минутки Здесь тоже немножко землю Под вторым цилиндром покажем И тень Здесь уже падающая тень Чуть-чуть можно тоже показать Так что у нас остается Чуть-чуть подчеркнем формы Цилиндра Не будем полностью выделять Только ближние наши части Внизу чуть-чуть надо будет нам добавить Тени Полутону Собственную тень опять же покажем Так, застрихуем самую вниз Там у нас наиболее темный участок Покажем собственную тень Чуть-чуть более выраженную Чем даже на фотографии Пока остается время Давайте чуть-чуть полутон Накидаем Чуть-чуть там, да Чтобы была хотя бы какая-то фактура Обратите внимание, да То есть Третий Цилиндр я практически не трогаю Пусть он создает эффект Эффект Воздушной перспективы То, что он находится дальше Ну, в принципе Вот на этом можно остановиться Конечно, можно было бы еще Нижнюю часть Цилиндра Самого ближнего к нам Чуть-чуть затемнить Но время у нас вышло Поэтому Если кто хочет Можете еще чуть-чуть доработать Надеюсь, у вас сегодняшний рисунок Тоже получился Вот У нас с вами Остается Последний Завтрашний день Даю гарантию Что не каждый Смог ежедневно Выделить себе 10 минут Но те, кто Смог Те большие молодцы До встречи Завтра Пока Субтитры сделал DimaTorzok